Это, наверное, самая главная картина, которая олицетворяет тот период. Он был на выезде, его убили террористов. Уже давно в Чеченской Республике нет судов войны. Сегодня мы не видим того, что мы видим на этих фотографиях. Это же не просто картинки. Для каждого чеченца этот раздель. Кошмар кончился, и он кончился в 2009 году. Это очень здорово, это очень важно для всей страны, не только для Чеченской Республики. Всем привет! 16 апреля 2009 года в Чеченской Республике был отменен режим КТО. Сейчас этот день называют Днём Мира. Означение этого праздника для жителей Республики в новом выпуске «Кавказ сегодня». Давно существует эта выставка? Наверное, с первых дней сквера, как только его восстановили. Просто фотографии, они постоянно обновляются. Слушай, сложно спрашивать, наверное, какие чувства вызывают эти фотографии. Именно эти. Потому что, особенно в контрасте с Грозным Сити. Вы знаете, наверное, чувство благодарности за то, что сегодня мы не видим того, что мы видим на этих фотографиях. Это же не просто картинки. Ваша семья потеряла кого-то в этой войне? Да. Мы потеряли папиного брата, дядю, единственного брата старшего. Мы потеряли папиного друзей, соседей. Тётя моя, мамина сестра потеряла мужа. Рухмат, вы на телерадиокомпании «Грозный» занимаетесь, помимо всего прочего, я так понимаю, ещё и одним проектом. Архивным проектом. Как он называется? Почему он посвящён? Называется этот проект «Грозные тени прошлого». Мы периодически выпускаем материалы, связанные с периодом военных лет, с нестабильной ситуацией в нашем регионе. Мы видим разрушенный город, разрушенная инфраструктура, вот, допустим, разрушенный мост здесь, показан на фотографии. И, конечно, отдельная история, страничка – это наше старшее поколение. У нас, я напомню, что сегодня нету домов престарелых, все наши старики и старшие получают необходимый уход, но в то время, как вы видите, вот бабушка, допустим, передвигается, она не знает, грубо говоря, куда идти и что делать. Мы видим, что над людьми пенсионного возраста просто нависла угроза, что является, можно сказать, коммунитарной катастрофой для любого народа. Это, наверное, самая главная картина, которая олицетворяет тот период, который показывает, насколько всё было, значит, разрушено. Это, наверное, картина – символ войны, и не только для Чеченской республики. Её можно показывать во всём мире и приводить пример того, что в войне, наверное, нет смысла никакого. И все эти вопросы военного характера необходимо решать дипломатическими способами и мерами. Магомед, 16 апреля для тебя непростой день, я так понимаю, да? Твой отец служил вооружён... В вооружённом постовой службе полиции имени Атмана Хачьякадырова. Когда он погиб? В 2005 году. Как это произошло, если ты знаешь, если можно про это рассказывать? Он был на выезде в селение Ведино. На его сделали нападение, его убили террористы. Он один был? Да, один был. Я в первую очередь горд тем, что являюсь сыном такого героя. И горд тем, что мой отец выбрал правильный путь, видя расцветающий наш город и видя людей, которые идут на работу и видя учащихся. Дублат Вахидович, мы с вами ведем запись из помещения гостиницы Грозный Сити, которая, наверное, сейчас один из самых узнаваемых объектов на картинках, которые представляют современный Грозный. Но еще не так давно Грозный был буквально разрушен, буквально полностью. Факт отмены КТО, он еще и стал для нас определяющим с точки зрения общего социально-экономического развития региона. То есть приезжают инвесторы, раз отменен режим КТО, если нет здесь контртеррористической операции, то вы понимаете, какие дополнительные импульсы, какие дополнительные толчки, и какую интенсивность придал сам факт отмены вот этого режима. Гуляя по улицам, ты представляешь о том, что вот здесь буквально 15 лет назад не было даже пустого места? Сложно представить, поскольку я уже практически выросла в такой обстановке. То есть я росла, это все на моих глазах расцветало, строилось. Программа называется «Актуальное интервью». И в качестве фона к «Актуальным интервью» выбраны факты недавней истории Грозного, собственно, периода военных действий, и современные фотографии Грозного. Что вы хотите этим подчеркнуть? Ну, мы хотим, во-первых, подчеркнуть, что, наверное, как сказал Аристотель, главный враг войны – это память. И нужно помнить о событиях, которые произошли совсем недавно. Дело в том, что молодежь, которой сегодня, к примеру, 25-25 лет, она не видела последствий войны. И для того, чтобы население помнило, осознавало, что война ни к чему хорошему не приводит, и лучше жить в мире, благополучии, процветания. А процветание вот у нас на этой стороне все отражено в этих фотографиях. Собственно говоря, каждый может приехать, и данные достопримечательности сам лично посетить и убедиться в безопасности и стабильности в республике. 16 апреля, он не случайно называется «Днем мира». Как вы помните этот день? Я этот день помню очень хорошо. Я помню, как в тот день облегченно вздыхали люди. Уже давно в Чеченской республике нет следов войны. После того, как был отменен режим КТО на территории Чеченской республики, уже понятие КТО, которое с нами жило все эти годы и портило нам настроение, делало нашу жизнь, ну, если не невыносимой, да, то очень тяжелую, очень такой, знаете, заставляющий прятать глаза. Насколько это повлияло вот в моменте на межэтнические отношения? Ну, мне кажется, это был важный момент, очень долгожданный, потому что получилось, что до этого, ну, почти, ну, сколько, почти 10 лет, да, эта территория воспринималась как горячая точка, ее иначе не называли, да, и это воспринималось именно такое противодействие, да, всех остальных народов с чеченцами. Это очень плохо. Это, ну, фактически, вот это противопоставление, оно разрушало страну. И когда это прекратилось, это, ну, начало, скажем так, выздоровления. И это было, мне кажется, очень знаково и такой долгожданный для всех момент. 16 апреля в Чечне это праздничный день. Да, 16 апреля, день, например, на КТО, это для Чеченской республики праздник. Не только для, ну, для каждого чеченца это праздник, потому что это точка отчета, откуда, ну, с этого дня чеченцы всего мира свободно начали приезжать, прилетать и вот посещать родину. Это, само собой, огромный праздник. Даже по истечению нескольких лет я видел счастливые лица, как бы, людей, и вообще ходили слухи, что, наконец-то, жизнь уже окончательно, мир закрепился. То есть это точка закрепления, значит, стабильности уже. Вот до 2009 года мы шли к этой стабильности, мы строили, мы развивались. И здесь отмена, наверное, режима КТО, это была печать, которая символизировала о том, что мы уже готовы развиваться дальше, мы готовы как регион, значит, жить и функционировать наряду с другими субъектами, ничем не отличаясь, в принципе, ну, наверное, отличаясь только положительным и позитивным. Насколько современные поколения, насколько твои сверстники уделяют внимание этому дню, насколько они действительно воспринимают его как День мира, насколько он для них значим? Подрастающему поколению это важно знать, должны показывать, рассказывать, чтобы просто-напросто не прийти снова к этому, наверное, не прожить снова это, чтобы они не видели того, что видели наши родители, наши мамы, папы, родные и близкие, которые чуть старше меня, чтобы они этого не видели. Скажи, пожалуйста, для своих сверстников, все-таки уже прошло довольно много времени, для твоих сверстников какое значение имеет этот праздник? Сколько бы времени не прошло, сама война оставила яркий отпечаток каждой семье, отрицательной стороной войны, это все-таки война. Ну, среди моих сверстников, вообще, среди населения Сеченской Республики, День отмена КТО, это, как тебе объяснить, это свобода. Когда говорят о туризме, всех спрашивают, в чем заключается вот это чудо, почему Грозный стал, Сеченская Республика стала там туристическая Мекка, да, становится, во всяком случае. Наверное, не в первую очередь в природных и прочих, так сказать, архитектурных ландшафтах, которые здесь можно наблюдать, и дело не в том, описанном еще нашим классиками гостеприимстве, которое имеет место быть у нас здесь, как часть традиций нашего народа. Важнейшая часть традиций нашего народа. Важно то, что люди приезжают посмотреть на другое чудо, и это чудо-чудо возрождения, потому что очень многие в мире до сих пор не верят, что Чеченская Республика – это не покрытая золой такая зловещая территория, куда не только приехать, да, которую вообще объезжать нужно очень далекими, так сказать, путями и тропами. Очень многие люди, которые попадают туда, они удивляются, потому что настолько сильны стереотипы, настолько сильны стереотипы непривлекательной территории, где все враждебны всем, где еще что-то, когда они попадают в Чечню, они видят, что все совсем по-другому, и люди замечательные, и вообще все очень интересно, спокойно, очень спокойно в этой республике. Главное, что вот этот вот кошмар кончился, и он кончился в 2009 году. Это очень здорово, это очень важно для всей страны, не только для Чеченской Республики. 16 апреля в Чеченской Республике чеченским народом воспринимается как последняя точка в определении будущего. Это не просто финал, победный финал, триумфальный финал, разгром международного терроризма. Это, наверное, все-таки новая эра без войны, новая эра тишины. Субтитры сделал DimaTorzok